В Ангарске химическими препаратами обработают 8 тысяч деревьев и кустарников. Цель – спасти город от нашествия гороностаевой моли. На борьбу с вредителем там планируют потратить 2,5 миллиарда рублей. По словам специалистов, обработка будет проводиться препаратом фитоверм. Средство разрешено для применения в городских условиях, однако менее эффективно, чем то, что использовалось в прошлом году и попало под запрет. При этом препарат разрешен для применения только после цветения яблони, поэтому сроки ствигаются на конец мая. В основном работа намечена вести на центральных улицах. Именно там деревья больше всего пострадали в прошлые годы от гороностаевой моли. Нет причин для паники, но информация такова. В Байкальском регионе за неделю зарегистрировано 7 землетрясений интенсивностью в эпицентре 4,5 балла. Об этом сибирским новостям сообщили в Байкальском филиале геофизической службы Сибирского отделения Российской академии наук. Подземные толчки зафиксированы 21 мая, трижды 24 мая, а также вчера и позавчера. Самое интересное, что в населенных пунктах колебания земной коры не ощущались. Не делайте ставки, господа. И горной зоны на границе Монголии и России не будет. Проект казино в Алтанбулаге потребует огромных инвестиций. По словам монгольской стороны, одна только лицензия на открытие казино стоит 35 миллиардов тугриков. То есть более 17,5 миллионов долларов. А это для Монголии огромные деньги. Такую информацию сообщает Баба Ру и приводит мнение известных монгольских политиков и бизнесменов. На понем свободная экономическая зона в районе Алтанбулага и Кяхты существует с июня прошлого года. И недавно был принят отдельный закон, позволяющий открывать игорные заведения в пределах подобных зон. Били не отпускали, вымогали деньги. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Жигаловского района, которые подозреваются сразу в нескольких преступлениях в отношении гражданина Узбекистана. По предварительной информации, потерпевший приехал в поселок Новоиркутский к своему товарищу в гости. В доме находились еще двое молодых людей, старшему из которых только 21 год. Они жестоко избили гостя и удерживали в доме, пока потерпевший не согласился передать затребованные им ими 100 тысяч рублей. Сейчас в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы. В Иркутске началась подготовка к ежегодному фестивалю «Музыкальная сковородка». Он пройдет 28 июня. В мероприятии примут участие музыканты, творческие коллективы и повара. По словам организаторов, идея создания фестиваля пришла из далекого 1964-го. Тогда на острове «Юность» полиция арестовала участников первого уличного концерта вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца». Зрителей в те годы разогнали, участников ансамбля наказали, а также исключили из комсомола. Один из участников того концерта сохранил символ творческого полета – птицу Селестину, которой не суждено было взлететь 51 год назад. Сделать это она сможет как раз на нынешнем фестивале. На этом пока у нас все. Через час будет больше. Если хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на электронную почту. Ее адрес вы сейчас видите на своих экранах. Или звоните нам по телефону 33 13 28. Продолжение следует... Продолжение следует...